В последнее время в нашем городе появляется все больше и больше аптек. Самое удивительное, что они еще и располагаются довольно-таки густо населенно. Эта программа актуальна. Разговор именно об этом пойдет речь в нашей программе в студии Александр Фельдман. Республика Татарстан. Рубрика «Ликвиз. Ликвидация безграмотности». Аптека – это особая специализированная организация системы здравоохранения, занимающаяся изготовлением, фасовкой, анализом и продажей лекарственных средств. Более того, я бы даже сказал, что аптека – это такой жизненно важный орган. Потому что если беспорядочно растут волосы, я могу не стричься. А вот если я заболел, то я обязательно должен пойти так или иначе в аптеку и начать лечение. Мой первый вопрос – это в первую очередь, чем обусловлено большое количество, рост именно количества открывающихся аптек. Действительно, у нас на сегодняшний день в республике, особенно в крупных городах, ее столице, набережных, Челнах, Ниженкамске, Альмейске и так далее, достаточно большое количество аптек. На сегодняшний день 1620 аптечных учреждений функционируют в республике. Это немало. Это прилично. И я хочу привести цифру. Скажем, если у нас в России порядка на 2000 жителей приходится одноаптечное учреждение, то во многих странах, то, что мы называем западными странами, развитыми странами, эта цифра в разы до пяти раз выше. То есть о чем это говорит? О том, что в России количество аптечных учреждений значительно больше, скажем так, в расчете на душу населения, нежели в других странах. С одной стороны, это хорошо. Когда мы говорим о конкуренции, мы вкладываем изначально позитивно в это смысл. Но вот буквально в последнее время, скажем, и министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Игоревна Скворцова говорит о том, что, к сожалению, у нас сегодня в России количество аптек превышает их оптимальное количество. И с другой стороны, буквально в прошлом году у нас состоялось совещание органов по регулированию, то есть в нашей стране это ФАС, и тоже говорили о том, что вопрос проблемы избыточной конкуренции, она существовала и в западных странах. И поэтому сейчас во многих странах происходит регулирование количества аптек. Или будет расстояние между аптечными учреждениями, или количество жителей, которые приходят на аптеку. Мне хотелось бы все-таки понять, можно ли, правомерно ли, точнее, заявить о том, что такое большое количество аптек значит, что у нас очень много людей, которые болеют. Или же все-таки речь идет в первую очередь о бизнесе? Я думаю, что при открытии аптечных учреждений, поскольку аптека такая структура, если это, конечно, не больничная аптека, то это коммерческая в первую очередь. И открытие их обусловлено, особенно в части негосударственных аптечных учреждений, прежде всего вопросами бизнеса, прибыльности и так далее. А вот поподробнее, пожалуйста, больничная аптека, она чем-то отличается от обычной аптеки? Больничная аптека, она функционирует как структурное подразделение лечебного учреждения. То есть при больнице? Она не реализует медикаменты населению, там совершенно другие функции. Поэтому мы с вами сейчас говорим только о так называемых розничных аптечных учреждениях. 80% функционирующих аптек у нас в республике относятся к негосударственным аптекам. 20% — это государственные аптеки. Но никаких требований, нет различий в стандартах требований, которые предъявляются в государственной аптеке, и негосударственные. Требования одни и те же. Но есть очень большое отличие между государственными и негосударственными аптеками. В той части, что государственные аптеки выполняют еще большое количество так называемых социальных функций. Это и аптечное изготовление лекарственных форм, это и реализация наркотических средств, психотропных веществ, это и реализация по льготным лекарственным препаратам. То есть все льготники, все программы, они все проходят только через государственные аптеки. То есть коммерческие никак не могут обслуживать именно льготников, к примеру. По положенным им препаратам, в частности, да? Я правильно понимаю? Да, все остальные требования абсолютно одинаковые. То есть по температурному режиму, по наличию набора помещений, по требованиям к хранению лекарственных средств. Абсолютно одинаковые требования. Ну вот аптека, когда открывается, все-таки аптека это такая повышенного внимания, что ли, наверное, учреждения, потому что, во-первых, там должно быть все очень чисто, стерильно, то есть, в первую очередь, это связано со здоровьем. Но, как мне всегда казалось, что есть большое количество фармацевтических компаний, которые предлагают тот или иной препарат. Потому что мы постоянно сталкиваемся с тем, что нам нужен какой-то препарат, нам предлагают какую-либо замену. Потому что аналогов бывает большое количество. То есть, в первую очередь, конкурируют эти фармацевтические компании, когда предлагают свой продукт той или иной аптеке. Как сами аптеки-то между собой, они тоже конкурируют? Тогда в чем? Конечно. Вот вы абсолютно правильно заметили, что сегодня количество аптек у нас очень большое. И, конечно же, это обуславливает и конкуренцию. Вот почему мы в начале разговора, я сказала о том, что я считаю, что вопрос открытия аптечных учреждений должен регулироваться. Но прежде всего на федеральном уровне. И если вот пойти по примеру других стран, или по количеству населения, или по расстоянию между аптеками. С чем связано такое мое убеждение? Дело в том, что получается, что в больших городах, там, где и население плотно значительно выше, может быть, где-то и платежеспособность выше, аптечных учреждений очень большое количество. Вы совершенно правильно заметили, что их может быть несколько в одном доме. Я хотел бы для вас... А вот в населенных пунктах, в отдаленных населенных пунктах, к сожалению, их недостаточно. То есть, получается парадоксальная ситуация. Количество аптек, которые приходят на душу населения, оно большое. А в то же время в отдельных населенных пунктах, или, может быть, даже в отдельных районах города какого-то, их количество недостаточно. И вот если бы было принято такое положение, когда бы регулировалось или расстоянием, или количеством, я думаю, что бизнес бы пошел именно по этому пути и развивал бы аптеки там, где не только выгодно, потому что это место проходное, где много народа приходит. Это было бы более равномерное распределение. И, видимо, вот те вопросы, которые, по крайней мере, только начали ставить Министерство здравоохранения России, возможно, все-таки со временем эта ситуация изменится. Ну, вот привычная картинка, я бы хотел и вам, и всем телезрителям продемонстрировать, когда аптека на аптеке, причем еще аптекой погоняет, в частности. То есть, столько вывесок слов, причем это все разные аптеки, абсолютно. И такая картина часто встречается. Получается, что движение пошло, разговор уже об этом начат, но системы регулирования еще пока она отсутствует. А хотя бы предложения какие-то были? Вы знаете, мы со своей стороны, при разработке стратегии лекарственного обеспечения, которое уже принято, или при законодательных актах это предлагали еще несколько лет тому назад, когда пошел бурный рост развития аптечной сети. Вот сейчас уже начали об этом говорить и из уст министра здравоохранения России. Значит, это все-таки услышано. Мы надеемся, что все-таки ситуация поменяется. Я благодарю, но мы еще не прощаемся, мы прервемся на короткую рекламу и сразу же продолжим беседовать о количествах и качествах наших аптек. Мы продолжаем обсуждать довольно-таки бурный рост аптечных киосков, аптечных магазинов, аптечных, я бы даже сказал, центров, которые в последнее время действительно растут как грибы в нашем городе, да и не только в городе, во всей республике. Мой следующий вопрос, я бы хотел более подробнее узнать разницу между государственными аптеками и негосударственными аптеками. Мы уже с вами проговорили, да, о том, что есть огромное количество, спектр препаратов, которые имеют право продавать только в государственной аптеке. И я бы хотел уточнить о приготовлении того или иного препарата. Это коммерческое, негосударственное. Имеет право вообще изготавливать какие-то, готовить какие-то препараты. Очень хороший вопрос. Дело в том, что мы уже начали частично говорить о том, что стандарты, требования к аптечным учреждениям одни и те же. Но, к сожалению, только государственная аптечная сеть исполняет многие социальные функции. Но не потому, что только ей это позволено. Многие негосударственные аптечные учреждения, которые, может быть, могли бы, скажем, позволить себе это в силу желания, наличия кадров, подготовки и так далее, не занимаются этими функциями только потому, что это совершенно невыгодно. Скажем, для того, чтобы реализовать наркотические препараты, необходимо оборудоваться с технической стороны аптечные учреждения, рубежами охраны, специально подготовленных специалистов, очень строгий учет, при том, что цена наркотических и психотропных препаратов, она очень небольшая. Поэтому невыгодно аптечному учреждению это реализовать. Хотя справедливости ради надо сказать, что на оптовом уровне, то есть на уровне дистрибьюторов, есть определенные государственные монополии на некоторые виды деятельности, на реализацию наркотических средств. Но поскольку мы ведем речь об розничной сети, об аптечных учреждениях, то это исключительно их желание. Или, скажем, аптечное изготовление. Никаких запретов для того, чтобы готовить в негосударственных аптечных учреждениях, нет, не существует. Но мы с вами понимаем, мы уже к этому привыкли, о том, что заказав лекарство, мы получим его, во-первых, достаточно быстро, а во-вторых, оно просто недорогое. А для того, чтобы содержать аптеку, не просто аптеку, где осуществляется розничная реализация лекарственных средств, а еще и готовиться, так называемое, экстемпоральное изготовление, вот эта фармацевтическая услуга, она требует также очень высокие, предъявляются требования к набору помещений, к их оснащению, к их ремонту, контролю качества, ну и так далее. То есть, опять-таки, эта функция, оказывается, не готовит в негосударственные аптеки только лишь потому, что это невыгодно. Запретов никаких на это нет. Уточнение у меня вот какого характера. В аптеке есть продавец, непосредственно человек, который... Фармацевт или провизор. Я сейчас, да, хотел как раз-таки уточнить. То есть, человек, который стоит за кассой, который поддает препараты, это не простой человек, это не человек с улицы, который просто там требуется продать. То есть, это обязательно сертифицированный специалист, фармацевт. Конечно, всё правильно. Или провизор. Провизор – это лицо с высшим фармацевтическим образованием. Сейчас такой каверзный вопрос. А вузы, медицинские вузы, я сейчас не говорю про Казанские в частности, а вот вузы страны, они в принципе, есть какой-то такой мониторинг, они справляются с выпуском количества таких специалистов, которые равноценны аптекам? Вопрос абсолютно актуальный. Да, если мы сегодня, мы можем говорить о том, что, к сожалению, наблюдается очень большой дефицит фармацевтических кадров, как специалист со средним фармацевтическим образованием, так и с высшим. По разным оценкам, где-то эксперты оценивают, может быть, даже до 40% дефицита. Причём я вот могу привести, скажем, цифры, у нас в республике около 5000 таких специалистов работают. Из них около трети работают в государственных аптечных учреждениях. Около трети. И на государственную аптеку приходится 5,2 специалиста. В негосударственной это значительно меньше, 2,1. Ну, вот это к вопросу о том, какие функции осуществляют. 5 тысяч специалистов, а аптек у нас? 1620. 1620. То есть в среднем по 5, ну, правильно, там смены ещё как-то. Ну, это мы с вами не учли ещё специалистов, которые работают в аптечных учреждениях, лечебных учреждениях. Поэтому тут не совсем такая статистика. Вот 5,2 государственных аптек на одну аптеку приходится. И 2 специалиста на, чуть больше, чем 2 специалиста на некосударственных. Конечно, сегодня спрос значительно превышает предложение. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. Абитуриенты и дети в медицинские срочно учиться на фармацевтах. Мы провели небольшой блиц-опрос у жителей города, в частности, довольны ли они количеством аптек, которые располагаются в непосредственной близости от того места, где они проживают. Я предлагаю тебе этот блиц-опрос посмотреть. Наши районы недавно, Коля, аптек, кажется, не хватало. И как бы всё нормально сейчас. Аптек-то слишком много даже. Это в зависимости от того, какой именно район. Если район достаточно новый, и там имеется большое количество супермаркетов, может быть, где всё возможно это расположить. А где-то, да, в каких-то достаточно дальних, отдалённых районах, там действительно нет. У нас возле дома аптека. Я живу немного за городом, там вообще нет аптек. Как бы это коттеджный посёлок, так что это нормально. Ой, аптек предостаточно. Я считаю, что их даже слишком много. Ну, вообще я не мест, но аптек маловато. Где я живу, у нас новый район, аптек достаточно. Ну, это очень выгодный бизнес, фармбизнес. Поэтому он быстро развивается. Фастфуд и фармация. Фастфуд и фармация. То есть покушал и сразу в аптеку. Особенно если ты покушал в фастфуде. Мой вопрос следующего характера. Итак, специалистов не хватает. Не хватает. Регулируется ли как-то надзорный, не знаю, может этим должен заниматься надзорный какой-то орган, именно проверки в данную секунду, в данный момент, в данную смену, действительно ли за прилавком фармацевт. И если это не фармацевт, то какие меры наказания, что происходит? То есть как можно наказать ту или иную аптеку? Ведь от этого зависит жизнь человека. Конечно. Надзорные органы, которые у нас в республике функционируют, это управление Росздравнадзора по республике Тадарстан и управление по лицензированию Министерства здравоохранения, безусловно, проводят такие проверки. Но, к сожалению, они тоже ограничены законодательством, которое позволяет им только с определенной периодичностью контролировать аптечные учреждения. Конечно же, это очень грубое нарушение лицензионных требований и условий со всеми вытекающими отсюда санкциями. Дело в том, что вы несколько раз применили слово «продавец» к фармацевтам. Вообще это не продажа, это фармацевтическая услуга. Потому что специалист, который отпускает лекарственные средства, во-первых, он его должен правильно принять, посмотреть документы качества, отдать на контроль, если это необходимо, изъять препараты, также в случае необходимости. Отпустить человеку, посмотрев рецепт, нет ли фармацевтической, химической, терапевтической несовместимости, проверить дозировки, дать консультацию пациенту, который пришел. Потому что зачастую, может быть, человек приобретает два совершенно противоположных подействия препарата и так далее. То есть это есть такая форма фармацевтической услуги, как фармацевтическое консультирование. То есть особенно это касается лекарств, которые отпускаются без рецепта врача. То есть это целая наука. Этому очень достаточно долго и в вузах, и в фармацевтических колледжах. Поэтому, конечно же, это должно соблюдаться. Немножко у меня все равно не укладывается в голове. Такой парадокс получается. Аптек много, они множатся, их открывается все больше и больше. А специалистов на рынке труда все меньше и меньше, я так понимаю, не хватает. Я не думаю, что меньше, потому что у нас в республике, в частности, работает, выпускает специалистов и медико-фармацевтическое училище, и причем самое, может быть, даже старейшее в нашей стране, и в Казанском медицинском университете фармацевтический факультет. 200 лет им, по-моему, исполнилось буквально в этом году. Да, в этом году исполнилось 200 лет. Но фармацевтический факультет достаточно молодой, или самый практически молодой из всех факультетов в этом университете. В 80-м году был первый выпуск, и вот считается, сколько специалистов уже выпущено. В первые годы выпускалось порядка 100-150 специалистов, сейчас это уже меньше, хотя открыто и заочное отделение было. Но специалистов все равно не хватает, потому что специалиста гораздо дольше подготовят, чем нежели открыть аптечные учреждения. Но то, что открываются аптеки, это говорит еще о том, что отсутствуют административные барьеры, которые позволяют это сделать. То есть тот, кто обладает средствами денежными, желанием, есть специалистом, может открыть аптеку. Другое дело, вот в БЛИЦ-опросе говорили о том, что фармацевтический бизнес очень выгодный. Вот не буду спорить с этим, наверное, это уже вот такое утвердилось расхожее мнение. Возможно, был фармацевт. Да, возможно. Но дело в том, что мы сегодня наблюдаем, что очень большое количество аптечных учреждений, и закрывается, по крайней мере, виняет вывеску хозяина. И все большее распространение получает такая форма торговли, как сетевые аптечные учреждения. То есть это крупный бизнес, который может позволить себе купить лекарственные средства с большой скидкой, с определенной оплатой, предоплата, что позволяет снизить цену на лекарства. И уйдет уже конкуренция сетевых аптек, как правило. И вот почему мы стали говорить о том, что вопрос поднимается об ограничении конкуренции. Так потому, что конкуренция, она не может проходить до бесконечности. Дело в том, что лекарственные средства – это особый вид товара, наценка на который регулируется государством. Она регулируется как на этапе регистрации цены производителя, по крайней мере, тех, которые вошли в перечень жизненно важных и необходимых. Это регистрация осуществляет на здравоохранительное развитие Российской Федерации. И на уровне субъектовом, то есть в нашей республике, регулируется наценка, как на оптовую реализацию, так и на розничную. То есть аптека не может установить какую угодно цену, какую ей выгодную и так далее. Есть строго определенный порядок цены образования. То есть любой потребитель, придя в аптеку, если установив, что препарат входит в перечень жизненно важных и необходимых, он может проверить правильность формирования цен. О чем это говорит? О том, что раз наценка ограничена, то и возможности ведения бизнеса, они тоже не ограничены. Поэтому разговор о том, что это очень выгодный бизнес. А во всех нарушениях куда может простой рядовой житель обратиться? Вот если он, в частности, ценовое, в частности, фармацевтическое, я имею в виду, продавец-фармацевт, вдруг он понимает, что человек абсолютно без лицензии или еще как-то. Куда можно обратиться? Это те надзорные органы, которых я назвала. Управление по лицензированию медицинской и фармацевтической деятельности Министерства здравоохранения и Управление Росздравнадзора по республике Ватарстан. Я думаю, все координаты можно найти. В первую очередь на сайте у вас Министерства здравоохранения. Еще хотел уточнить. Непосредственно при открытии аптеки, представим, что я некий бизнесмен, у меня есть какие-то деньги, я вдруг неожиданно решил открыть аптеку. Во-первых, чтобы у меня всегда был доступ к лекарствам для всей моей семьи, допустим. Но неважно. Я решил открыть аптеку и я должен пройти в любом случае какое-то лицензирование, в частности. Обязательно. То есть я также, куда я иду? Я иду в Министерство здравоохранения за этой лицензией? Или каков этап? То есть чтобы у наших зрителей было понимание о том, что это не просто сняли офис, поставили лотки и натолкали туда препаратов, а о том, что это все серьезно. Во-первых, есть строгие требования к набору. К помещению, к хранению. Нельзя, как Вы правильно заметили, натолкать препараты, потому что есть такой термин, как контоминация, в том числе и микробная. Нельзя свалить в кучу или в огромном количестве, скажем, в небольшом помещении, да, отказано обидеть от помещения лекарственными препаратами. Есть специальные требования, которые очень четко и подробно прописаны в стандартах хранения лекарственных препаратов. Как, какой лекарственный препарат, при какой температуре хранить, как отпускать на свету, прохладное место, холодное место, там и так далее. Конечно же, нужны фармацевтические специалисты, мы же сейчас с Вами хотим обцелить в аптеку, да, об этом ведь мы речь. И нужны разрешения Роспотребнадзора. То есть это все такая сложная процедура? Конечно. Ну, как сложная? Если бы это было так сложно, у нас бы не было такого количества. Не было столько аптек, да. Да, есть строго прописанные процедуры, которые регламентированы федеральным законом о лицензировании. Есть положение о лицензионных требованиях и условиях по фармацевтической деятельности. Там все это прописано. И при наличии специалистов, конечно, это сделать, если есть денежные средства, которые позволяют купить лекарства, оборудовать соответствующие требования, то... Я надеюсь, что этот механизм гораздо сложнее, чем открытие шиномонтаж. Их тоже очень много, и они тоже целой сетью приходят. По крайней мере, специалистов с сертификатом там точно не требуется. Точно не требуется. Ну что ж, я искренне благодарю Вас за очень содержательную и поучительную, в первую очередь, беседу, в том числе и для меня, и для всех телезрителей. Я, наверное, еще один тезис, который мы приготовили с коллегами, оказывается, для меня было личное открытие, что правильно говорить, фармация ударения на... и фармация, комплекс научно-практических дисциплин, изучающих проблемы создания безопасности, исследования, хранения, изготовления, отпуска и маркетинга лекарственных средств. Вот для меня было глобальное открытие, но прочитав чуть-чуть дальше о том, что это такое, я вдруг неожиданно понял, что подготовка специалиста очень серьезная и сложная, потому что получается, что фармацевт должен знать практически все, он должен ориентироваться очень быстро во всех существующих болезнях, там сердечное, тут печеночное, тут почечное, то есть это от головы, это совместимо, это несовместимо. Последний, наверное, вопрос, то есть явно у Министерства здравоохранения есть какие-то программы и некий такой заказ на количество специалистов, то есть есть определенные льготы для тех, кто собирается поступать, к примеру, вот на фармацевта, или предполагается ли... Год, к сожалению, нет, хотя мне кажется, что одной из, скажем, путей решения проблемы, вот проблемы той, о которой мы говорили, отсутствие или недостаточности аптечных учреждений на селе, потому что там в силу того, что даже специалистов нет, избытых и в городе, могло бы, скажем, стать такое же направление, как существовало в советские времена, нужно было по направлению специалисты ехали на работу после окончания вуза, или, скажем, тоже целевой набор. Но дело в том, что аптечные учреждения, вот мы уже с вами об этом говорили, как правило, коммерческие, поэтому это в отличие от врачебных кадров, которые в основном для государственной сети все-таки готовятся, хотя частные тоже развиваются, тут вот есть свои проблемы, но сейчас они активно обсуждаются, в том числе и на федеральном уровне, есть и законодательство, и нормативные акты, я думаю, что это часть изменить. Ну что ж, будем надеяться, что, собственно говоря, механизм регулирования появится, потому что, с одной стороны, вроде как ничего плохого, но мы не знаем, к чему приведет такой рост аптек, возможности формируют, в первую очередь, глобальные проблемы именно в специалистах. Никогда не болейте и пореже обращайтесь в аптеку. Это была программа «Актуальный разговор», в студии был Александр Фельдман. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова